Потому что я не дал бы, там с 4 где-то ехать. Да, рыбу оттуда перейти, перейти. Хорошо. Спасибо. Ну, ладно, Лена, объяви занятия. Занятия в школе в час. В час. Все. Вот у нас в церкви, там, в Барнауле, после службы все заходят в трапезную. Проходят собрания, определенные установили, считать на то, что считалось Евангелие Блаженного Фефилакта. Сергей Купков считает. Дальше, старшая сестра сразу докладывает, кто заболел, кому надо пойти. У вас кто, старшая сестра? Нет. На каждом собрании вот здесь, это у вас собрание, то же самое собрание, только на улице. Более приближенное, может быть, к Богу. Над нами купол, его свеча, солнце горит. То есть все тут как есть. Вот мы выйдем сейчас в собрание. Я уже знаю, кто здесь не будет. Кого нет из собраний деревенских сейчас? Кого нету? Я не буду называть. Я объявление хочу сделать важное, касается этих людей. Их нету. Притом нету почти всегда. Почему? Я кричу, Женя, остановись. Веня еще остановился. Женя, как шагал, полным шагом идет. Женя, важное сообщение будет. Касается вас. Ваших детей. Посьбы. Даже на шаг нет. То есть это полное презрение. Что тут доказывать-то? Что он дома сейчас успел-то телевизор в футбольный матч смотреть? Собрание. Все люди из церкви выходят. Остановись. Остановить невозможно. Почему? А эти никакого отношения не имеют. Ничего сюда не вкладывают. Это сейчас. Вот были здесь присвидетели. Ну как, побежать вперед, остановись, значит, смахнет тебя с пути. Как объяснить? Ты придешь, ему точно так передашь? С той же эмоцией? Нет, конечно. Я говорить о нарушителях. В прошлый раз говорил. Кто нарушители? Кто жег? Уже защитники выходят. А как доказать это? Какой процент? Видели здесь неверующих? Неверующие были, у них цель есть. Они бы пришли здесь, сели бы там, на камнях, и стали бы сжечь наши сваи. Ну, маленько, шурупить надо. Чего вы глупостями занимаетесь? И при том блок, который там, большой блок, это внутри надо разжигать, он лопнул. Это не одна минута. Они пригнали туда коровку, корову там оправлялись. Вчера пришел, ничего нет. У нас завтра приходим. Все это есть. И корови, и ошметки. А перед этим я проехал по домам. В четырех домах коровы. Кто пасет, предупредите, пока мы не окончим, не подгонять даже. Там мы натянули проволоку, которая соединяет. Ну, просто коровы засыпятся, такие вот штыри торчат. Она вымя оторвет сразу. Кому я не говорил, у кого коровы есть? Вы детей предупредили. Некоторых дети были здесь же. Вот у Глушкова я был, там он фильм на улице был. Я сказал, кто еще пасет? Катя. Катя идет как раз с Катенькой. Только не подгоняйте. Что не понятно? О вас заботятся, о вас мы делаем. Я заплатил, вот уехал, он 153 тысячи отдал за это удовольствие. А там машина, там вода. Так это и сделали, чтобы вода проходила, ездить можно было. Машины едут. Он даже не знает, для чего это делается. Трубу заложить. 26 лет и трубу закладывал-то. Краснобайцем занимаетесь. Подняли какую дамбу. Сейчас мы сделали шлюз. Воду поднимаем еще на полметра. Это значит, большую рыбу можно заводить. Карпа и прочее. Там, оказывается, два с половиной метра. Думали. А он дна-то не доставил, Володя. Там уже три было метра. Теперь три с половиной. Это как раз то, что требуется. Зимой делать продушины не рыбу ловить, а дать подышать. Хватает рыбу эту. Ну и ничего и нет у вас. Дайте вырасти ей. Здесь был Миша Никитин. С этим они с Женей Горбуновым ловили. Я не знаю, но по размеру, например, вот такой карп на снимке стоит. Видел, да? Ну, он за год не может вырасти-то. Он задыхается. Нету там воздуха. Ну, пробейте несколько проруби. А потом тут легче пробивать. Нету. Скорее прорубает и смотрит. Как только поезд и дыхнуть, скорее вот к себе в мешок. По-христиански это. И нет рыбы. Нынче опять мальков покупают. И как с ними обращаются. Флягу поднял вот на таком уровне. Они полуживые. И вот так вот выливают. Ну, и что в самом деле-то? Ту же камыш. Рыба бьется. Шишуя отлетает от нее. Ну, ты на руках бы ее опустил, да не тронет. Вот так подняла. Я же вижу, заснято. Поэтому и боитесь, когда снимает. Всю эту подлость вашу выказывает. Пойди, выговори. Когда тебя оскорбил, тогда наедине ему скажи. И не просто скажи. А Лука говорит, выговори ему. Выговори, что больше этого никогда не делал. Хамье. Это прямое указание. И златоуст это и толкует. А не то, когда он при всех делал. У нас был такой. Леша Решкунов, знаете. Священник вышел и говорит. Нельзя, что верующие называемся. Тем более, работает у нас и напиваются. А его пьяного, за руки, за ноги, вот так вытаскивали с кочегарки, понесли домой. А люди идут в это время. Это поп разболтал, тайную исповедь открыл. Какая тайная исповедь, когда пьяного тащили домой в блевотине. Чего вы дурите-то словами. Не отвлекай ее, Люба. Это можно в любое время сделать. Это все лукавое делает. Мы положили слишком много. Речь не в деньгах. Я две недели там загорал. Первый раз дали такого работника. Он назначил свой график и нас полностью потащил за собой. В шесть завтрак был бы. В шесть еще не поднимался бульдизерист. А в шесть это уже за столом сидит. В полседьмого он уже тарахнет. Вот он включил, тронулся. Я уже плачу за каждый час полторы тысячи. Он гонит, он работает. И обратно пока не заглушит. Но я высчитываю. Обед не считается, заправка не считается. На одну заправку 20 часа 40 минут ушло. Она не едет, он стоит. Ясно, я не плачу ни за это. Но 153 тысячи в шестую отдал. Из кармана выложил. Из деревни ни разу не дали ни копейки. Никто не подошел. В деревенские кормили. Спаси Христос, я с вас не прошу. Деньги не мои. Бог дает. Даже не могу назвать, кто дает. Кто приезжает. И этот человек первый раз у нас здесь. И сам платит. Уезжая, а это от наших. Вот сейчас поехали канадские. Они заплатили за что были здесь? Заплатили. Ну было-то все. Меня вы знаете. Приходилось говорить строгие слова. Я открываю то, что это все равно будет известно. Она еще. Это вот взяла. Книги купила. Два экземпляра там в Канаде. Пожелали Нового Завета. Она взяла там еще что-то увезла. А это от Константина отца. Я не стал смотреть. Вчера пересчитал. Пятьсот долларов. Пять и шесть тридцать. Тридцать тысяч. Я еще даже... Ну, мыслях этого не было. Такую даль. Такая трата. Вот Бог дает. Бог дает. Они 17 часов в воздухе провели, пока долетели. Часов. Первая остановка в Америке. Вторая в Москве или где-то в Париже. А потом в Барнауле. И люди едут. И при том не с двух, ты говоришь, барахта. А уже Егор был. Вчера здесь они к барабашам зашли. Мы их повезли по всем местам, где что делали. Они все видели. На первом мостике они участвовали. Интересно? Да, интересно. Я возвращаюсь. Жгли сваи. Это неверующий приехал бы. Жег у нас сено сидел бы. А лепешки корове кто наложил за ночь? Ну, что тут дурить-то? Ну, я что со своим. А почему вы так плохо о наших детях думаете? Это слишком хорошо. Шпана безотцовшина. Как они с коровами обращаются? Им интересно, когда у коровы крылья вырастают. Четыре метра промыло водой. Заросла лебеда. Вот такого вот. А пройти можно только вот так корова. Ну, коровы так не ходят. Они идут табуном. И там не видно. И там только видно, где в земле только копыта. То есть они гонят. Им интересно, как корова падает, рогами втыкается. Я видел их всех. Алюминиевая лыжная палка. Он ее охаживает корову. А корова уже в деревне идет. Она вы меня не знает, куда от нее водить. А двое вот только за хвосты коров хватаются на велосипедах едут. Вы еще совсем ничего не видите. Они никогда о божественном не думают. Праведник. Милую скоты своя. Вот я две недели почти там. И каждое утро одно выгоняют. К нашему огородчику. И дальше по логу. Там ничего нету. Утром и вечером по одному столу утюг ходит. И дальше заворачивает, где там были развалины. И дальше за этим все кончилось. А уши заклепки стоят. Она ничего не слышит. Я говорю, где овечки-то? Чего? Ну вытащи из ушей-то провода. Одно стихотворение не могут сказать, что памяти-то никакой нету. Почему? А на информация идет, а запоминания-то нету. Это чужая жизнь. Так у тебя вещек сколько? А вон тот чей-то бунтый? Где? Ну вон там уже ушли. Две третьих ушло, она даже не знает. Из вас кто ходил, проведал, как дети пасут? Они вот выйдут и играют на этих там развалины свинарника, телятника. Я подошел, а он, папа сказал, попробуй мне только говорить. Вы кого вырастили-то? Он стоит и вот в такой форме, и мне уже угрожает. Я говорю, ну ты отгони хоть маленько, ну докорми. Пошел с ними, взяли квадрат. С квадрата втроем, нарвите мне пригоршню травы, нет ничего. Вот такой вот. Вот. Все. Ну каждый день. Каждый день. Позавчера мы там работали. Пасет Анфиса Устинова. Я еще не вышел, а корову там. Уже первый мостик перешли и направо. А там дальше идти некуда. И здесь я вышел и говорю, я не знаю, кто пасет, но похоже, это Лиза пасет. Она большая такая. Подошел, действительно, считает книжку там три сестры. Коровы ходят, на пись, ездят. Такая трава. А почему туда не погнать? Теперь мы там сделали. Поднять шлюз. Вы знаете, сколько работы там ушло? Одного только камня руками разносили с этой высоты. Забили около 90 свай. Каждую из четырех сторон надо было заострить. Каждую просмолить. И это вы все уничтожите. Мы теперь несем ограду. Делаем. И это уничтожат. Отрывать будут. Мы прибили. Уже вчера говорят, надо проводами. То есть ему надо прогнать. Прогнать где можно. Как первый мост их прогнал, сразу мимо и гони. Там нельзя, там опускается. Вот вчера, видите что? Я вчера отдал 12 с половиной тысяч еще в день за песок. Сегодня договорился, завтра придет грейдер. И сразу же мне уже... Ну я спросил, Женя, Долгов. Это его, от него КАМАЗы шли. Скажи, а где достать гравий? Сейчас не знаю, но наверное на станции. На какой? На Ребриха, чем 750. Это тонная речь идет. Это не хлеб. Это камень. И теперь, я бы еще не стал, песок разровнял и все. Но уже деревенские говорят, а будете вот так вот, чтобы гравий-то был. Это понимаете, я должен сейчас рассчитывать на 200 тысяч. Еще ни разу к вам не обращался за помощью, самое главное. Ни разу. Мне нужно было углубить эти, вот, где коровы там пьют, углубить, чтобы она глубокая была. Драглайн. Те назначили за подвоз 31 тысячи. За каждый час 2,5 тысячи. Я упрашивал, упрашивал, который вот над ними начальник, Чернышев Валерий Владимирович. Ну поговори. У нас же уходит все без отдачи. Корову-то завела, молоко. У меня ничего нет. Я их в землю закапываю деньги-то. Тот ни под каким видом. Ну поговори, он же русский человек. Ну помоги. Пригони машину-то. Я тебя заплачу по той норме, как бульдозеристу. Она не тяжелее тебе экскаватором брать и поворачивать. Трясет меньше, не стал даже разговаривать. Приходится успокоиться. Но все равно молюсь. Драглайн. Вот такой он бросает, как на веревке. Тянет и углубил бы он метров на 5. Сейчас затянуло бы. А то только около моста. Дальше он не может зайти. Там бы затянуло елом, но метра 3 бы осталось. Там можно рыбу было разводить. И там, где корову пьют. Вчера гляжу. Это просто разве смешно. Где у меня этот Степа? Нет его. Степа, подойди-ка сюда. Вот я расскажу интересный случай. Одна же была так. Очень сильный вождь намерялся погубить другого. Собрал корабли. Вы найдите там, про кого речь идет. Ну, буря случилась. И разметало корабли. Битвы не было. Ну, что делает-то? С кого спрашивают-то? И он приказал воинам взять бичи и бить по морю. Вот так тебе. Вот так тебе море. Вот ты будешь знать, так-то делать. Ну, нам смешно. Ну, а кого больше наказывать? Степа пошел встречать вечером. Я не знаю, что у него было в руках там. А он подошел к куче, куча подзередки. Он, давай ее стегать. Как это, как эти море-то. Стегал вчера ты? А что ты стегал-то? Играл. А, играл просто. Он играл. Куча не ушла сама по себе. Чтобы она ушла, не мешала тебе. Надо, опять же, чтобы помолиться. Женя с меня деньги-то за технику не берет. Я вчера посмотрел и вспомнил. Молодец. Вот здесь. Корову подходят сегодня. Кто выгонял? Василиса выгоняла. Ты видел, как быки, песок-то летел только. Ко второму мостику не подгонять близко. Там огромный труд заложен. Они сразу начинают ковырять. Если он сковырнул, сверху скатывается. Естественный откос это земля. Обрушение ее. Там ее никто не трогал. Допустим, надо поднять. Вот так. Стенки идут вот так. Надо поднять на полметра. Значит, поднять на метр. На полметра. Она прямо не будет стоять. А вот так же. И с другой стороны полностью еще на полметра надо добавлять. А раз мы добавили на метр посередине-то. Это означает со всех сторон столько. Это сколько же он перетаскал земли. Корова, если она начала бодать, это обрушение. Обрушение идет доверху. Не то, что она на рога взяла. А все, что идет доверху, а там 4,5 метра идет к низу. Вчера я говорил, Игорь Глушков говорит, она там узкая такая. И когда слякать будет, ну, вроде ехать нельзя. Слякать, сиди дома. Узкий. Он не может быть уже ножа этого. Бульдозер. Так мало того, он еще протоптал ту-другую сторону. То есть шире ножа. Не узкая. Ну, можно дождаться, когда проедете. Мы съездили с Игорем на грузовой. Вчера ездили на этих, всех забрали. Людей показали. То есть ширине этого нельзя сделать. То есть это невозможно нам сделать. Предыдущий он сделал на 10 метров. А тут 4. Там 4,5 и все. Не прикасаться. Вы сейчас слышали все. И меня сейчас кто-то спросил. А вы верите, что вы накажете, дети не будут подгонять? Я скажу, ни на 1% не верю. Вы уже их защищаете. Вы уже заранее знаете, что они будут там. Они будут играть или что-то за коровами не будут смотреть. Я ничего не могу сделать. Здесь, которое мы делали, мы жерди привезли. Столбы копали в сырости. Смолили и окружили вокруг. Сейчас только осталось еще и проволокой привязать, чтобы не отмотали. Рядом, как первый мостик перележать, стоит с другой стороны бутовый камень. Я почти уверен, они эти камни будут брать на дорогу. Под водой они видны, машину будут биться. Уймите своих хулиганов. Это почти наверняка. Все, что они видят, надо сжигать, выничтожать, бросать, портить. Я пытался с ними говорить, у него отсутствующий стеклянный, простокишный взгляд. Он не понимает даже, о чем говоришь. Ты сидел, жег, и что ты выиграл? Ты же видел, мы такой труд положили. Они осмолены, они хорошо горят. С какой целью остался? Вверх, вниз. Я показывал, кто там был, ты видел? Он, Игорь Валентинович, видел это все. Ну, разве это годится? А вот они такие, я расскажу, какие они такие. Воры. Пойманы. Мы на Рыжковском. А на Рыжковске тут можно проскочить. Ничего подобного. В тот же день окончания работы приезжает опять начальник уголовного розыска. Привозит человека из другого города или села, я так не расслышал. Специально познакомится, он всем рассказывает и показать ему охоту. Ни о чем больше речи не было. Что, он там напортил? Нет. Осенью мы пошли в костерок. Вот как интересные люди какие есть. Нарезаны пластами земля. Вокруг обложено. Здесь они ушли. И которая не догорела. А там большая площадь, где бульдозер снял вверх. Туда бросили. Это культура. Он все обложил. Искра никуда не уйдет. Мы думать о ком должен. Я их не видел, этих людей. Но я скажу, что они хорошие люди. Ну, тут перья, уточки. Мне это не нравится, что уток стреляют. Разрешено. Здесь не так. Уничтожает, не знает для чего. Ну, вот простой пример. У нас тут нет, есть люди, которые не приходят. Вот Катя Глушкова, ее нету. Однажды мы с Володей на улице. И слышно в ночи, Володя слышит разговор. Давай посмотрим, кто. Мы обошли вокруг. И там молодежь православная собралась. Не знаю, Саки был или не был. У дяди Павла там, где яблоня растет. Ну, кто-то-то был из вас. Здесь Ерема был. Был. Вон он. Килает. Плохого ничего нет. Время ночное. Ребята, идите отдыхать, спать. А на утро приходят потоптанные, яблоки сорванные. Ну, я буду думать о ком. О Нижнегородске. Ну, кому? Ну, когда мы с ними поговорили, я говорю, давайте помолимся. Мы помолились. Я ничего не сказал. Ни лазьте, ни портите. Это бесполезно. Ну, представьте, у меня голуби. Конфликтная ситуация с кем-то была. Вы помните, я приносил здесь. Отравы насыпали. Залезьте наверх. Все это перепачкать. Я прихожу, дохлый голубь лежит. Это что? Серебрихи приехали ночью. Ну, кого защищаете-то? Защищающий преступника преступник. Чужой не приедет ко мне на голубятню. Он приедет оторвать голову у голубя. Съесть его, утащить. Но гадить ему зачем? Я такого не слышал никогда. Я им не враг никому. Прошу, пожалуйста, расследуйте, кто этим занимался. Преступник среди вас. А как вы знаете? Да давно ли это у нас было, когда насосы отрывали, шланги выбрали? У вас же это было. И сказали, а кто это сделал? Ищи рядом. В доме своем. Кто поджигатель? Кто уже поджигал, чуть не сгорели? Это же не секрет никакой. Вы не бойтесь. Скрывая это, вы только усугубляете положение. Выговаривать не надо. Это открыто сделано. Его надо привлечь к исправлению. Я говорю о том, что было и о том, что будет. Там мы вчера сколько сделали. Я прошу, вот когда выйдете, и сразу направо. Дороги здесь не было с первого моста. Он и дорогу, она вот такая была, Литвина и все вымытая. Теперь сделал, что она немножко... Он бульдозер, он не может ровно сделать. Но он все-таки сделал. Расширил. Какой путь. Ну а дальше говорить не надо. Дальше это бы со стороны только гляньте, какая дамба-то. Она никогда такой не была. Посредине, я думаю, она больше метра добавил только. Работал мужик, как просто мастер любой. На дохлой технике. Мы говорим о вечности. И вот представьте себе, они выгоняют и никуда дальше не идут. А уже первый мостик сделан. Я беру лопату оттуда и шагаю, и сосчитал. Шестьсот шестьдесят шагов. На той стороне, кто, я так и не понял, кто-то от Глушковской первая была до обеда. Я говорю, мы уже кончили первый мостик. Можете перегонять налево, направо. Только не подгоняйте дамбе где-то. Ушел оттуда, смотрю, даже не шевельнулся человек. После обеда та же история. Опять на этом же самом месте вот такой вот. Я подхожу там, пытаюсь рвать, а там рвать-то нечего. Ну, утром и вечером, утром и вечером все лето на одном месте. То что вы делаете-то? Праведник милует, а нечестивый ненавидит скотину. Вот был Миша и Никитин, он прямо, а я не люблю пасти. Да тебя никто не спрашивает, ты завел корову, любишь-не любишь. Я говорю, что ты туда не гонишь? А там вода. Ну, какая же вода? Разуйся, а я разуваться не хочу. Я что на это могу ответить? Ну, вымился, его нету. Им это не надо. Мне это надо? Мы говорим о том, о чем спросится на суде Божьем. Конкретно. Люди к нам разные приезжают. И они видят, как мы живем. Вчера приехали, попросили об одном деле, я никогда не ожидал этого. Привезли специально девчат на Камазе. Я видел одну, но, говорит, их несколько было. Я говорю, что, ну, они никогда не видели, им хотелось бы посмотреть. Ну, смотрите, да нет. Они знают, что тут страусы есть. Страусов никогда живых не видали. Я говорю, у меня нет страусов, еще нет. И с этим мы уехали. Вот такое дело. Понятно, как? Страусы, внимание людей привлекло. Дали визитки, они зашли. И при том, которые местные зашли, врага ни одного нету. Они смотрят и всегда удивляются, какой богатый материал. Тем более, мы не слепляем. Выбрасывают. Как есть, целиком, так и идет. У нас сегодня уезжают, так я вам сказал, Владимир Юрьевич Галендухин. Он набирал детей, как будто бы больше, а получилось только один. Где Егор второй? Иди-ка сюда. Вот он. С правой стороны может встать. Очень хороший мальчик, но безразличный, так сказать, аморфный. Преступника не остановят. На нарушение не пойдет, но они спотеют лишний раз на работе. Девчонкам нравится он, видите, он какой-то. Вот они ему, если пятеро сидят, ему первому. Я же вижу, все сижу-то где-то. Он принимает это как должное. Я его несчастно награждал, но, кажется, было, я тебе пряник давал отдельно? Было такое где-то. Значит, обратить внимание родителей, активность. Если нет вот этого жары нигде, тогда, говорит, как молния в трухлявый пень. Ни жару, ни пару нет. Ты должен первый быть. Вот мы повезли этих из Канады. Покажите, где осолодка росла, какой у ней стебель. Ну и с машины-то вывалили, я показал. Вот он как пахал, и осолодка-то осталась наверху-то. И вы думаете, кто больше всех набрал? Кто больше всех набрал? Где у меня? Ну-ка, иди сюда. Вот этот больше всех набрал. Притом не просто больше всех, а больше, чем все вместе. Вот это мы, бедно, я называю голь перекатная. И он это понимает. И вот у нас качели была, и вверху трется кольцо, и попадает вода, оно сгнило. Я не видел. Он первый же день увидел. Я его поблагодарил, и день уже и премию ему выдал. Так было? Да. Понятно как? И мы сразу начали менять. Трудно было, мы чуть не три дня там просидели. Игорь какое-то приспособление сделал, барабаш поднимать. Ну, закрепили все. Дети любят очень на этой площадке быть. Почему этот не увидел рядом был? Почему деревенский никто не видел? А оно наполовину сгнило. Это для тарзанка, это качаются на которой. Она же кронштейном таким выходит где-то. Вот и он понимает, живут бедно. Вдруг засобирались домой. Я думаю, кто из вас? Ты или Фрося первая решила домой ехать? Где она у меня, Фросиня-то? В Фрося, там, сюда. Вот она, их сюда. Кто из вас придумал уезжать? Как вы сговорились с ним? Как? Ну, как? Просто к нам было удобно. А, да, все, понятно. И кончался к тому сезон. Все понятно. Вам хорошо или плохо здесь? Хорошо. Хорошо. Вот какое дело. Мне звонит Галя Загуляева вчера и говорит. Ходили к маме вашей. к Насте. И она очень просила, чтобы дети побыли как можно дольше. Ну, как можно дольше. Коля у меня вот с матерью Мариной будут до 28-го августа. До 27-го. А? У нас до 28-го можно. Чтобы были здесь. Мы вчера звонили моей сестре. Она сказала только до 15-го. Ну, это... Зачем ты звонила ей? Просто был раз, когда нам сказали, что нас хотят оставить подольше, а мама наоборот хотела... Понятно как. Сестра ответила. Мать сказала, что это не авторитет. А сказала сестра. А сестра вообще никакого отношения болящие не имеет. Вы, во-первых, при деле. Суеты. Родители не надо о вас заботиться. И значения никакого не имеют ее слова. Материны слова. Как можно дольше. Дольше там уже в школу надо готовиться. Надо же готовиться в школу. Я могу сегодня тебя отпустить. Хоть пешком иди. Ты сейчас ни о чем не думаешь, что трясешься. Сколько лет ты здесь уже? Шесть. Шесть лет. А Ваня сколько был? Не знаю. Не знаю. Ну все. И ни копейки за все годы с вас не было взято. Да мало-то еще после оканчивается стараемся продуктами наделить. Раздавали материю. Тут что-то получили? Да. Подалки. Вот видите как. Вам нельзя не обижаться. Я что за вас? Какая у меня от вас польза-то? Остаетесь здесь. И поблагодарить Бога. Лисо разгладь. Какая ваша мама добрая. Она болеет о вас. Не только о себе. А дома что у вас будет? Ты не знаешь что? Ну? Работать. Работать. Что ты там будешь работать дома-то? Огород. Без тебя они обходятся? Какой огород? Сколько соток? Там Ваня находится. И Иннафа находится. И какой отец придет с работы. Вот и все. Обстановка-то не скрыта никакая. У меня за работу получил только Ваня. Получил? Да. Как он показал вам деньги? Ну, он приехал. Ну? И показал такой сверток большой. Понятно? То есть я его наградил за то, что после обеда работал, а потом за все, за все. И за доброту, и за отзывчивость. Ну и кидал ему дальше уже по 500 рублей. И он поехал домой. Я говорю, ты деньги никому не отдавай. Надо что-то тебе купить там, знали. Он куда деньги дел? Отдал маме. Понятно? Это за все время у меня единственный случай, которому, зная его нужду, его ревность, Господь позволил сделать это. Так, Людмила Анатольевна, на того парня в шляпе, кто из них старший-то, не Елисея-то, на него жалоба поступила мне с двух сторон. Непослушный. Батюшка говорит, он ноль внимания даже делает по-своему. Палкой тыщет что-то, баба вроде, баба пытается за ним, а он от нее увильнул, и все. Ты ко мне приведи его хотя бы на день. Обязательно. Дальше ничего нельзя сделать. Некрещеный ребенок, ему нужно рассказать. Жалоба, прям настоящая жалоба. Никого не слушается совершенно. Алла остановилась, а тут деревья, она сказала, не лазьте, лезть это трудно. Даже ноль внимания. Лезет туда, а кора отрывается, еще с ним. Он спину сломает, он не слышит. Ну-ка, зови сюда. Елисей! Елисей! Иди сюда. Где Елисей? Толкни его. Вот он. Вот он. Елисей! Подойди сюда. Елисей, подойди сюда. Подойди. Смотри, какой неохотный. Вот такой бы ты от бабы-то был. Становись рядышком. Ты бабу почему не слушаешься? Совсем. Батюшка тебе говорит, не лезь туда, и он при нем, при батюшке тоже лезет. Батюшка говорит, как же так-то? Это не, 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 почему не слушаешься? Он бы сказал, я слушаюсь, а он молчит. Значит, разобраться, он разговаривать умеет или нет? Ты разговаривать умеешь? Можешь. Можешь. Ты куда приехал-то, по Теряевку? Да. Ты не нарушаешь устава с пояском. И главное, я не знаю, кто-то из них на меня, а где у вас поясок? А другой говорит, а вот он, говорит, у него поясок. Ребятишки-то активные. Эту активность направить в нужное русло. Иначе он просто, ну, попадет где не надо. Елисей, слушайся, бабу надо, отца, мать, ну и деду, и тете, и всех. Понял? Иди с Богом. Парень-то, видно, что он не болящий. Так, ко мне вопросы. Так, у нас новый человек, и, может, некоторые не знают. Назовись, как тебя звать? Мария Дмитриевна. Как говорится? Мария Дмитриевна. Вот, Мария Дмитриевна. Ты многое могла бы рассказать, где ездила, по Европам, по всем это. Поделиться опытом каким-то. У нас на собрании, то есть занятия будут. Маленько приготовь, так, основные этапы. Нам было бы это интересно. Мы возвращаемся из поездки, мы говорим, были во Франции, доехали в Испанию, там, Португалию, и все. Людям интересны, которые не были, живыми свидетелями встретиться. Значит, я прошу разыскать преступников, это преступники, и сохранить дамбу, и на первом мостике лежат камни, не трогать. Я не могу их никак оградить, эти камни. А проход там абсолютно свободный. Так и сделано, чтобы вода шла, но не размывала. Так что большие машины, грузы, они идут. Если что-то случится, Кресне по-другому будет, там будет видно. Мы запасных три машины положили рядом. А дальше, где соединяется этот ров с этим-то, посмотрите, как мы сделали. Где вы копали зимой снег там, как там сделали. Все огородили, подняли. Где вода падает, там камнем заложили. Ну, больше мы ничего не могли сделать. Если вы это будете сохранять, ну, мое мнение такое, что весной вода будет на полметра выше. Похоже, она уже поднимается немножко. Еще на полметра. На Рыжковском сломался трактор, слетела гусеница. Я в очередь, воочию, первый раз видел, как надевают. Приехал Игорь Александрович, и как это, размонтировано, растягивается, куном, ломами. Ой-ой-ой. Я вспомнил, как, говорит, под Курском, когда танки «Тигр», «Пантера» разбивали. И ночью их немецкие мастера снова их ставили в строй, и они шли. Это очень трудная работа. Я даже стоял и не знал. Я-то вообще никак. Потом увидел, что-то надо ломиком поддеть, не до что. Это две бакулки принес участник тоже. Два там таких. И они через них ломиком поднимали. То есть мы терпели даже такие неприятности, которых раньше не было. Два раза. Потом, кажется, у Романа слетела, да? Слетела еще раз гусеница. Я начальнику это выговорил. Понимаете? Вот сзади у него ведущее колесо, зубчатое такое. Ну, примерно вот такое вот. И оно прикручивается, такие как потай. Чтобы открутить его, это надо, ну, так, ключ с таким, с отверстием вставлять. Потом Г-образно. А он не знал. Он первый раз на таком бульдозере-то. И один у него открутился и высунулся. А тут-то у него станина, это чугун, она хряк отлетела и внутри отломился. Его не выкрутить еще. Он не знает. Едет дальше. То есть работает. Снова хряк, посмотрел, ничего нет. Когда хватился, пять болтов уже слетело. Отрубленное. И отрубленное не так, а отломанное изнутри. Понятно, какая большая неприятность. Теперь мы стали затягивать, какие есть. И там плясали рычагами и прочее. Я начальнику сказал, который не видит, чтобы во вред. А он не знал даже начальник. Теперь смотрите, кого посылаете, чтобы отремонтировали. Представьте себе, пять или шесть болтов срезало полностью. Вот какие у нас были неприятности. Поэтому Рыжковский немножко не окончен, но практически все там закончено. Рассказал по Рыжковскому. Далеко туда никто не гоняет. Ограждение не тронутое. Все на месте. За это я боюсь. Боюсь за камни. Тут больше ничего не сделаешься. Под водой сваями не сжечь уже. И туда не подгонять к трассе. К трассе не подгонять. Люда, накажи им. Который плотина идет, второй мостик, не подгонять. Если они спустятся вниз, корова ни одна не залезет, во-первых. А обрушение начнется сразу. Не подгонять. А то туда не зачем. Если надо подгонять, в другом месте. Если вы оттуда погонят, они здесь, они корову будаются. Корова нога провалится, а в самом конце они утоптаны. Она вверх ногами с высоты трех метров хлюпнется в воду. Три метра. Я ни разу не гоняла туда за этот год. Василиса гоняла? Гоняла хоть раз на второй мостик? Она не гоняла. На первый мостик и направо налево можно. Я не гоняла. Она не гоняла. Я знаю там они... Веня не гонял. Второй мостик сохраните. На первый даже не гоняем. Первый там нет таких насыпей. Мы туда на клейлер нагнали. Первый прогнали, направо. Если надо вам дальше гнать, по логу пойдите, обойдите этот отрожек канал. у меня все я очень боюсь поэтому что могли сделали загородили нашим отъезжающим нет претензий никого да мы были на первом инфеке да вот смотрите вот тут камни тут камни заложили и получается такая яма может надо что протекала там стоит вода она стоят и будет она протекает все время она будет стоять она не стоит она движется и вам пока кажется стоит она все время прибавляется и она все время утекает если с той стороны убрать начнется размыть плотины это же плотина можно было пониже пока не знаем как сделать это мы варианты разные перебирали пока решили закрепить а дальше то вода будет идти она покажет какой размыв будет тут даже страшно думаю если на такой маленькой машине вот мне страшно мы сейчас каждую неделю потому что я допустил ошибку чтобы ноги не сломали корову попросил его земли туда надвинуть а это я попросил его а как это бульдозер в некотором месте такой слой а он теперь размок и везде грязь каждый день почти ездить туда лопаты оттуда землю выбрасывать так что у нас там все как задумано а это потом я уже придумку сделал чтобы коровы ноги не поломали а теперь оказывается он издостал ее из этого а теперь нам надо оттуда землю в воде стоять по колено и выбрасывать пока по-другому никак если там уберем тот край он сразу его размывать начнет мы побоялись этого если сильно будет мешать там там можно и длить а не просто лежать а на уровне не может никак быть никак просто я представилась вот на машине на это маленькая вода не больни на высокая на низ а она больше не дает кажется что такая глубокая она больше не стоит пока нет такой больше выделения вы рассказали вы рассчитались за песок только да дорогу нет ну за транспорт камаза индиста который это за транспорт за все до транспорта за вываленые две с половиной смеси вывалили все никакого транспорта не поминается две с половиной тысячи то есть куда сколько чего идет это не никого нас не касается и за горющее тут я не отвечаю я просто плачу полтора они сами назначили да и в прошлом году так же было Женя не знает и говорит ну где-то там чем-то тысячи я мы сегодня говорим две с половиной я говорю это стоит у него камазов нет ни одного а значит он где-то через кого-то у него полная деревня очень расположен Женя и сказал завтра примерно будет бульдозер или трактор трактора не нужно грейдер должен более скошенный потому что ну то что он сюда пригонял ну пригонял потом и трактор трактора не надо он пригонял грейдер который длинный такой есть трактором таскал да нет он сам по себе ходит грейдер нет у него нету такого у него прицеп он цепляет его трактором и таскает вот здесь может быть это я не знаю вот сегодня утром я поговорил с ним он говорит завтра так часов может и 12 ну а дальше то разговор будем вести об этом